Уважаемые участники форума, сегодня нам представлена уникальная возможность открыть ключевые перспективы во многих секторах нашей экономики. Эта площадка охватывает ряд стран, экономически мощный Европейский Союз, крупные организации мирового значения и богатые ресурсами Центральную Азию. Миссией нашего события является придание взаимоотношениям еще более содержательный, практический и динамичный характер, который основан на деловом и взаимовыгодном партнерстве. Дорогие участники форума, моя ключевая задача в рамках данной сессии состоит в том, чтобы поделиться о достижениях и возможностях Кыргызской Республики и нам есть о чем с гордостью вам рассказать. В последнее время нашей главной цели, повышение благосостояния каждого гражданина, команда во главе с уважаемым президентом Садыр Нургаджевичем Джапаром, осуществляет кардинальные и ощутимые реформы модернизации экономической и государственной системы, в том числе посредством цифровизации процессов и применения искусственного интеллекта. Мы отошли от привычной модели управления, что позволило перейти к качественно новой парадигме развития страны. Ведется большая работа во всех секторах, результаты которой уже очевидны. Так, Международным Республиканским Институтом Соединенных Штатов Америки проведен опрос населения Градызстана, итоги которого ярко продемонстрировали волю и текущее настроение нашего народа. Это 82% поддержки курса руководства страны, такие случаи в мире единичны. Народ увидел и ощутил улучшение практически во всех сферах. За последние годы экономический рост Кыргызстана бьет все рекорды и демонстрирует исключительно устойчивое развитие. Средние темпы роста ВВП составили более 7%, а в первом квартале 2024 года темп экономического роста ускорился до 8,8%. Экономический рост обеспечен всеми секторами, в особенности благодаря проводимой государством эффективной экономической политике и созданию благоприятных условий для бизнеса. Так наблюдается высокая инвестиционная активность и рекордный темп роста в строительстве. В первом квартале 2024 года рост объемов инвестиций в основной капитал составил более 66%, а валовые продукции строительства на 54%. Увеличение внутреннего спроса за счет роста реальных доходов населения, что отражается в показателях роста сферы услуг на 8% в первом квартале 2024 года. Открытие новых предприятий и создание дополнительных рабочих мест. В 2023 году был преодолен исторический рубеж. ВВП страны составил более 1 трлн 229 млрд сомов, около 14 млрд долларов, что значительно выше показателей предыдущих лет. Нам удалось ВВП на душу населения увеличить почти до 2 тысяч долларов США, хотя в 2020 году он составлял всего 1 230 долларов. Согласно классификации Всемирного банка, Кыргызстан уверенно поднимается по показателю ВВП на душу населения и уже к 2030 году может стать страной с доходами выше среднего, перейдя от текущего состояния страны с уровнем дохода ниже среднего. Благодаря взвешенной денежно-кредитной политике инфляция заметно замедлилась с 14,7% в 2022 году до 7,3% в 2023 году. Более того, на май 2024 года готовые показатели инфляции составляют чуть больше 4%, что позволило нашему национальному банку снизить учетную ставку с 13% до 9%. Бюджет страны демонстрирует значительный рост, ведется колоссальная работа по увеличению доходов бюджета и снижению доли теневой экономики. В результате фискальных реформ консолидированный бюджет государства за последние три года увеличился вдвое. При этом мы не вводили нового вида налогов и не повышали ставки существующих. Сегодня налог на прибыль 10%, подоходный налог 10%, налог на НДС 12%. Так, если консолидированный бюджет страны в 2020 году составлял 247,7 миллиардов самов, то уже к 2023 году ресурсов бюджета достигли показатели 577,2 миллиарда самов, а в текущем 2024 году мы планируем достичь уровня больше чем 660 миллиардов. Недавно рейтинговое агентство МОДИС повысило перспективный прогноз по кредитному рейтингу Кургызской Республики с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента национальной и иностранной валюты на уровне B3. Это свидетельствует об укреплении государства как надежного партнера, который может в своевременном и полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Международные финансовые институты МВФ, АБР, Всемирный банк, ИАБР, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Кургызской Республики в 2024 году на уровне 7%. Приведенные данные уверенно подтверждают о высокой эффективности проводимой политики нашего государства, что отражается на росте реальных показателей доходов населения и повышения репутации страны в глазах международного сообщества. Наши реформы проникли до каждого села. Проводится большая административно-территориальная реформа, подразумевающая слияние сел и расширение городов, которая приведет к более эффективному управлению и использованию финансовых и человеческих ресурсов. Так, если было до реформы 452 муниципальных образований аильных амяков и 8586 муниципальных служащих, их станет 235 муниципальных образований и, соответственно, количество служащих сокращается вдвое. Активно идет адресная борьба с бедностью. В 2022 году нами были полностью оцифрованы порядка 111 тысяч крайне бедных семей, а уже в 2024 году их количество сократилось до 81 тысячи семей. Этим семьям со стороны государства выделяются средства для старта малого бизнеса. За три года социальными контрактами обеспечены около 13 тысяч семей, которые создали в совокупности свыше 18 тысяч рабочих мест. На это было направлено более 15 миллионов долларов. В текущем году мы обеспечим финансированием еще 23 тысячи крайне бедных и малымающих семей, куда направляем более 25 миллионов долларов. В индексе человеческого развития мы улучшаем свои позиции. В 2020 году мы занимали 121 место, теперь занимаем 117 место из 193 стран. Следующий отчет уже к концу этого года будет. Там, надеюсь, мы еще больше улучшим свои позиции. Кыргызстан – страна с богатейшей историей в 3 тысячи лет и цивилизацией, оставившей неизгладимый след в культурном и историческом наследии человечества. Устанавливая свою государственность в несколько этапов, мы прошли достаточно тернистый путь. Одним из важных стало то, что в этом году мы отмечаем значительное событие, столетие с основания Харакаргызской автономной области, которое стало важным этапом формирования суверенной государственности и независимости современного Градызстана. В честь этого мы запускаем более 100 крупных проектов в промышленности и более 100 проектов в социальной сфере. Сразу отмечу, что на этом мы не останавливаемся. Впереди запланированы амбициозные проекты в различных отраслях экономики. Как отметил наш уважаемый глава государства Садур Нурваджович Джапаров, Кыргызстан станет азиатским экономическим барсом и сегодня он совершает свои первые рывки. Дорогие гости и участники форума, Согласно опубликованному докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызская республика добилась существенного прогресса в реализации и адаптации ЦУР, заняв 45 место из 166 государств-членов ООН. Мы активно занялись планированием развития страны до 2030 года, в котором мы должны войти в топ-30 стран по успешному внедрению ЦУР. Мы также ставим крайне главную цель достичь ВВП в 30 миллиардов долларов к 2030 году. Для этого необходимо поддерживать ежегодный номинальный рост ВВП на уровне 10-12%. И вокруг этих двух цифр будет строиться вся программа развития. Я убежден, что у нас есть и будут все необходимые ресурсы для достижения этих целей. Наша новая экономическая политика будет опираться прежде всего на следующих направлениях – энергетике, инвестициях, экспорте, транспортно-логистической и горнодобывающих отраслях. Путь к успеху проложен переменами. Каждый шаг требует мужества идти к новому. Тургызстан – аграрная страна с невероятно красивыми горами и кристально чистыми водами. Она на 95% состоит из гор и экспортирует за рубеж талую ледниковую воду, натуральный горный мед, собранный на заповедных землях, лучшее мясо и молочную продукцию животных, которые питаются исключительно горными травами. Фрукты и сухофрукты с насыщенным вкусом, выращенные в лучших садах, орехи, собранные в уникальных реликтовых лесах с тысячелетней историей. Климат каждого региона Кыргызстана отличается своей неповторимостью и создает особенные условия для развития сельского хозяйства, которых не встречаешь ни в одной стране мира. Мы внедряем новые методы управления сельским хозяйством и водными ресурсами, а также современные технологии в агропромышленном комплексе и готовы рассмотреть предложения компаний по созданию совместных агропредприятий. Также строятся лаборатории международного класса, отвечающие мировым стандартам. Имеются все возможности экспорта органических продуктов на рынке Китая, страны ЕАЭС и Персидского залива, а также экспорт в Европу чистой экологической продукции по линии ВСП+. Мы также эффективно развиваем и модернизируем торгово-логистические центры, что позволяет существенно сократить время и затраты на доставку продукции. Можем их строить совместными усилиями. Верю, что такие опции заинтересуют вас. Следуя основной тематике форума, позвольте обстоятельно остановиться на энергетическом секторе нашей страны. Кыргызстан с более чем 45 тысячами рек, суммарной длиной в 169 тысяч километров, один из признанных лидеров гидроэнергетического рынка в регионе. В настоящее время мы, к сожалению, используем только 13% потенциала генерации. В то же время республика обладает высоким потенциалом возобновляемых источников электроэнергии, как солнечная, ветровая и энергия геотермальных вод. Сегодня энергетический сектор Кыргызской республики переживает период возрождения. Пересматриваются тарифы, предусматриваются лучшие условия в виде льгот и преференций для наших инвесторов. По всей стране начата реализация более 50 проектов возобновляемых источников энергии. Государство своими силами построило и совсем недавно запустило гидроэлектростанцию Баласару, что обеспечит электроэнергией половину потребностей Таласской области. На Рынской области строится уже частным сектором, частным инвестором крупная Куланакская ГЭС в 100 мегаватт. Это лишь часть того, что делается в секторе возобновляемых источников. Мы также находимся у истоков регионального проекта КАСА-1000, который призван связать энергетические системы с Центральной Азией, с Южной Азией, с Кыргызстаном и Таджикистан, с Афганистаном и Пакистаном, и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами. В рамках международного форума «Один пояс, один путь» в октябре 2023 года подписано соглашение с китайской стороной о строительстве ЛЭП-500 Кемин-Торугат, реализация которого позволит обеспечить экспорт зеленой электроэнергии в Китае. Стратегический вектор государственной политики направлен не только на обеспечение стабильности и надежности энергетической системы, но также и на создание новых возможностей для экспорта энергии. Приглашаю все международные организации к совместной реализации проектов в сфере энергетики, особенно в масштабном региональном проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт. Более детальная информация о проекте Камбарата-1 будет представлена на профильной сессии. Глубоко убежден, что совместными усилиями будет построен самый крупный в регионе ГЭС и откроются новые горизонты зеленой энергетики в Центральной Азии. Отмечая о транспортно-логистическом потенциале Градыстана и доступа в мировой рынок, полагаю обозначить коротко о следующем. Объем ВВП в 2023 году Европы составил около 25,5 трлн долларов США. Китая – 18 трлн долларов США. Совокупные же ВВП стран Центральной Азии на дне достигают и половины трлн, составив 454 млрд долларов США. Центральная Азия играет ключевую роль, выступая мостом для 80% транзитных перевозок по маршруту Китай и Европы. Цифры сами говорят за себя. Искажя лишь из этих двух показателей, вынужден констатировать, что, к большому сожалению, страны Центральной Азии, расположившись в таком выгодном положении, еще не нашли нишу в качестве торгового порта и полноценно не раскрыли весь имеющийся потенциал, находясь между двумя мировыми гигантами. И здесь речь идет не об отставании, а о необъятных возможностях и просторах как для стран Центральной Азии, так и Европы. Странам Центральной Азии важно рассматривать свою географическую судьбу исключительно с оптимизмом и с призмом безусловного преимущества, а Европе воспринимать Центральную Азию как кладезь безграничных возможностей. Этот контекст подчеркивает важность совместных усилий в области инфраструктуры, экономического развития и регионального сотрудничества. И подобные площадки становятся эффективными инструментами для их реализации. Центральная Азия, долгие века скрытая за пустынями и горами, сегодня переживает удивительный период возрождения. Начинается Центрально-Азиатский ренессанс, эпоха новых надежд и великих совершений. Поэтому инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии имеют стратегическое значение. Кыргызстан находится на маршруте уникальной торговой магистрали Великого Шелкового пути и занимает выгодное, чрезвычайно важное географическое положение на торговых путях. Одним из ярких и значимых реформ является превращение Кыргызстана в транспортно-логистический хаб региона посредством интеграционных решений. В настоящее время на стадии активной проработки находится проект по строительству железной дороги Китая, Кыргызстан и Узбекистан. Успешная реализация этого проекта соединяет около 4 миллиардов людей, расширит географию переводок из Азии в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки, открыв тем самым окно необъятный мир рынка. Воплощая мечту в реальность, буквально на днях три страны подписали соглашение о сотрудничестве и начале строительства этого пути. Кроме того, по всей республике строятся новые аэропорты модернизируются и запускаются новые контрольно-пропускные пункты с соседними странами, что значительно способствует повышению роли Кыргызской республики в развитии международной торговли. Кыргызстан со сказочной живописной, перевозданной природой обладает высоким туристическим потенциалом. Выгодное географическое положение страны позволяет создавать комбинированные туры по всей Центральной Азии. Для Кыргызской республики сектор туризма играет важную роль в развитии экономики страны. Мы предлагаем инвестировать вас также и в туристическую отрасль. Страна известна своими курортно-рекреационным, активным культурно-познавательным, зимним, деловым, с обитейными видами туризма. Мы приступаем к строительству Кыргызского Куршевеля, французская компания S3B, которая была одним из первых операторов всемирно известного курорта Куршевель, занимается реализацией в Кыргызстане горнолыжного кластера «Три вершины». Планируется проложить около 200 километров горнолыжных трасс. Курорт будет функционировать круглый год и сможет ежегодно принимать до 850 тысяч туристов. Данный объект тоже станет крупнейшим в Центральной Азии. Кроме того, мы договорились и запускаем рядом с Бишкеком курорт с 20-километровым фуникулером, который будет работать и зимой, и летом. Зимой это будет уникальная возможность покататься на лыжах буквально в 20 минутах от езды нашей столицы Бишкека. Все технические сооружения будут построены австрийской фирмой Допельмайер, которая входит в топ-3 ведущих компаний мира. Призываю к активному сотрудничеству и реализации инфраструктурных проектов туристической отрасли страны, в частности строительства горнолыжных баз, отелей, реконструкции рекреационных учреждений и многие другие проекты. Для этого у нас есть ряд инвестиционных предложений, которые могут вас заинтересовать. Мы предоставим все выгодные условия и окажем всю необходимую поддержку. Недра Кыргызстана богата полезными копаемыми не только золотом и углем, но и железом более 5 миллиардов тонн в руде лишь на одном из участков одного месторождения – титана, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос – Европе, цирконии, цезии, группа лантоидов и многое другое. Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном месторождении составляют около 20 миллионов тонн, а запасы редкоземельных металлов, включающих в себя 21 элемент, составляют около 60 тысяч тонн только на одном месторождении Кутисай-2. Эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад. При этом существует мнение авторитетных геологов, ученых, что данные показатели при более детальной геологии разведки с применением современных технологических решений могут увеличиться в разы. Именно здесь важно обозначить, что зеленая экономика прямо связана с зобычей редкоземельных металлов, так как эти металлы являются ключевыми компонентами экологически чистых технологий. Они используются в производстве ветровых турбин, солнечных панелей, электромобилей, аккумуляторов и других устройств, способствующих снижению выбросов углекислого газа и переходах к более устойчивой энергетической системе. К примеру, годов линии Терби и Европе необходимы для создания светодиодов, которые потребляют меньше энергии, по сравнению с традиционными источниками света. В лантанной церии используются в металлогидридных батареях, которые применяются в гибридных электрических транспортных средствах. Все эти виды редких металлов в недрах нашей страны и у наших соседей имеются. Факты подтверждают изобилие подземных ресурсов Кыргызстана. Мы приглашаем партнеров в совместной георазведочной работе и с нетерпением жду инвесторов в эту перспективную отрасль экономики, в горную добычу. Дорогие друзья, Кыргызская республика стала гораздо привлекательной для инвесторов, поскольку после проведенных масштабных реформ страна имеет все благоприятные условия для ведения бизнеса. С участием иностранных инвесторов реализуются крупные инфраструктурные и международные проекты, в том числе строительство гидроэлектростанций, автомобильных дорог, модернизация аэропортов и многое другое. Совершенствуется налоговое законодательство путем снижения налоговой времени субъектом предпринимательства. Так, организациям, имеющим национальное или инвестиционное значение, представляются льготы, в том числе и по налогам. Благодаря реализуемым мерам поддержки бизнес-сектора со стороны государства приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличивается уверенно. Каждый инвестор может пользоваться всеми существующими в Кыргызской республике возможностями и активно вкладывать инвестиции. Хочу подчеркнуть нашу приверженность на активное взаимодействие на международных площадках, установление и развитие более тесных экономических связей, в том числе совместную реализацию крупных инвестиционных проектов. Настало время открыть новую страницу наших взаимоотношений, нацеленных на результат и созидание. В контексте дружбы стран важно отметить, что Кыргызская республика придает особое значение развитию сотрудничества со всеми странами, в том числе и со своими ближайшими соседями в Центральной Азии. Благодаря доброй воле глав государств региональное сотрудничество динамично развивается, приобретая новую форму и масштабы. Стремление стран к взаимопониманию и совместным действиям создает прочную основу для стабильного и устойчивого развития всего региона. Мы видим, как плодоторное взаимодействие охватывает все более широкие сферы от экономики и торговли до культуры и образования. Совместные инициативы и проекты способствуют развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни населения. Строительство Камбаратинской ГЕС-1 – это яркий пример того, как страны Центральной Азии могут объединиться для достижения общих целей и решения глобальных проблем. Этот проект символизирует новый этап в развитии энергетической интеграции региона, открывая новые возможности для сотрудничества и устойчивого развития. Уважаемые гости и участники форума, призываю к активной работе, поиску точек соприкосновения и запуску масштабных проектов. Одновременно с этим выражаю каждому присутствующему отдельную признательность за проявленную заинтересованность в укреплении сотрудничества с Кыргызской Республикой. Желаю всем гостям и участникам форума плодотворной работы и успехов во всех наших начинаниях. Благодарю за внимание.